К нам пришел представитель Русской Православной Церкви. Пришел поддержать известный человек, член Общественной Палаты в прошлом, Всеволчаплин. Вам слава! Протвери Всеволчаплин. Большое спасибо, Георгий. Прекрасно, что здесь сегодня левые и правые. Все коммунисты и консерваторы, люди молодые и пожилые, люди из разных регионов. Мы все патриоты. Мы патриоты, а не те, кто пытается сбрасывать темы, прятать темы с телевидения, с радио. Ни малейшего давения не должно быть тем. Руки подавать нельзя тем, кто забалчивает сегодня главные темы из кабинетов руководителей телевидения или из кабинетов Старой Площади. Три вещи скажу. Лгут те, кто говорят, что пенсионеры будут хорошо у нас жить после этой новой пенсии в 60 с лишним лет. Мы хорошо с вами знаем, что не будет ни пенсии, ни работы. Сейчас после 40 лет никуда не устроишься на квалифицированную работу, а не квалифицированные места заняты мигрантами. Второе. Чудовищная ложь произносится теми, кто говорит, что в стране нет денег. 5 триллионов рублей в год будет давать эта несчастная пенсионная реформа. А 2 триллиона разворовывается. Об этом Кудрин сказал сам несколько дней назад. Доходы, сверхдоходы олигархов должны облагаться драконовскими налогами. И пусть они пищат и визжат. Мы с вами знаем, мы с вами знаем, что кошка прекрасно представляет себе, чье мясо съела. Та собственность, которая оказалась в руках у олигархов, оказалась у них нравственно нелегитимна совершенно. Они себя считают хозяевами жизни, а на самом деле они ничтожество. Вот весь этот список Форбс. Это жалкие ничтожества. Боящиеся, трусливые, потому что знают, что неправы. И поэтому нужно сегодня и их доходы, и предметы роскоши, и нефтяные доходы, и газовые доходы все обращать на пользу народа. Не только через налоги, а через то, чтобы вообще доходы от данного нам, Богом, богатства сырья никогда не шли в частные руки. И на развитие отрасли, все остальное не их, а наше, потому что эти богатства дал этим людям не совет олигархов, а Господь. Кто-то скажет природа из наших левых друзей. Третье, что хотелось бы сказать, никакого у нас не будет достойного грядущего, пока существует система ростовщического антисоциального капитализма в России. Здесь правая и левая. Эта система не имеет отношения ни к левой России, Советскому Союзу, ни к правой России дореволюционной. Она навязана нам, нашими историческими врагами с Запада. Мы по этой системе всегда проиграем. Ростовщический капитализм – это самоубийство России. Нам нужно помечтать, по крайней мере, о новой конституции без капитализма. Мы соблюдаем нынешнюю конституцию, мы не призываем никакому экстремизму, но мы должны мирным и законным способом добиться того, чтобы у нас была конституция без капитализма западного образца. Я не уверен, что нам нужны революции, ими всегда пользовались, к сожалению, наши враги, но нам нужно добиться того, чтобы власть была принуждена к диалогу с народом. У нас есть маленькая организация – Совет православной и патриотической общественности. Вот что мы сказали в ее тексте. Все, что делается и решается в тайне от народа, порочно по определению. Отсутствие прямого и честного диалога с народом лишает власть нравственной легитимности. Я надеюсь, что этот диалог все-таки произойдет. Спасибо. Помощи Божией в добрых делах. Спасибо, друзья. Я бы хотел... Спасибо за уважение. Вы видите, какая здесь энергетика? Вы видите, что люди противоположных политических взглядов друг друга уважают, потому что это наша общая беда. Нам делить нечего. Грабят всех. И мы должны остановить этот грабеж.